Пока компания SpaceX запускает на орбиту свои сверхтяжелые ракеты Falcon, а также отправляет космический корабль с астронавтами NASA на Международную космическую станцию, в России Институт космического приборостроения покупает к Новому году 146 бутылок водки за полмиллиона рублей. А в то время как робот Perseverance прибывает на Марс искать следы инопланетной жизни, в России для освоения дальнего космоса помпезно презентуют робота Фёдора. Ну что, как тебе такое, Илон Маск? Планы разработки государственного предприятия Роскосмос впечатляют только на бумаге. На деле же вместо успехов в покорении космоса страна может похвастаться только космическим уровнем коррупции. Ведь космическая отрасль в России является одним из главных пожирателей бюджетных средств. При этом за последние 30 лет страна фактически не реализует никакие межпланетные программы. Так куда же идут бюджетные деньги? Как вы уже поняли, совсем не в космос, а прямиком в карманы путинских воров. Но обо всем по порядку. Россия десятилетиями гордилась своими достижениями в освоении космоса. Статус Великой Космической Державы страна фактически переняла у СССР. 65 лет назад именно советские ученые дали старт космической эре, запустив первый искусственный спутник Земли. Все газеты мира пестрели кричащими заголовками. А потом случилось эпохальное событие — первый полет человека в космос. Советский летчик Юрий Гагарин стал одним из главных героев прошлого века — иконой своего поколения. Так СССР выбрал первенство в космической гонке США. В период Холодной войны две сверхдержавы соревновались за завоевание околоземной орбиты и гегемонии в космосе. После такого успеха Союза американцы активно развивают свою лунную программу. И уже в 1969 году астронавты Нил Армстронг и Бас Олдрин стали первыми в истории людьми, ступившими на поверхность Луны. Так инициативу в соревнованиях перехватили Штаты. А завершилась космическая гонка совместной миссии США и СССР в 1975 году, когда на околоземную орбиту были выведены американский корабль Аполлон и Советский Союз. Эту программу назвали рукопожатием в космосе. Так началась эра тесного космического сотрудничества двух держав. Но это в прошлом. Сегодня же российский космос в таком упадке, что проигрывает не только бывшим соперникам США, но уже и Китаю. Про былые соревнования речь не идет, так как Россия за новыми космическими достижениями уже не гонится, а едва ковыляет. Они будут стараться показывать, что они якобы остаются такой же крупной космической мировой державой, как это был Советский Союз. Но это уже не так, потому что они уже уступили в данном случае эту пальму Китаю, который стал теперь фактически наравне с Соединёнными Штатами Америки и теперь борется за гегемонию в космосе. И Россия сейчас уже может потерять даже третье место. На третье место может заступить как Европейское космическое агентство, также может заступить Япония и может заступить Индия. Все эти страны очень быстро сейчас развиваются. И они во многих случаях, особенно что касается коммерческого использования космического пространства, в том числе и полетов на Луну, показывают, что в данном случае это та же Япония уже обходит Россию. Объединенные Арабские Эмираты уже посылают свои аппараты к Марсу. Первый удар по космической отрасли в России пришелся еще на 2014 год, когда страна развязала войну на Донбассе. Сотрудничество с западными партнерами оказалось заморожено по целому ряду направлений. Кооперация с украинскими коллегами остановлена полностью. Тогда в России бравурно заявили, что санкции только сыграли на руку отечественной космической отрасли. Мол, введение запретов только ускорило процесс импортозамещения, к которому так стремились. На самом же деле государственная корпорация Роскосмос, главный гигант космической деятельности в Российской Федерации, испытывает серьезные проблемы из-за международных санкций. В 2014 году контрабандным путем, обходя санкции, корпорации еще удавалось доставать импортные комплектующие. Но с началом полномасштабного вторжения прежние каналы перекрыты. Отказался сотрудничать и Китай. Потихоньку этот поток все-таки иссякал. И, скажем так, сейчас основная надежда их на спутники, например, которые работают уже 5-7 лет, которые сделаны из тех еще комплектующих, из тех запасов. И они продолжают работать, потому что электроника эта западная все-таки очень надежная. А новые спутники, они уже не могут делать, потому что уже нет тут комплектующих. Им приходится возвращаться к советским технологиям, технологиям, которые используют микроэлектронику более крупную и менее надежную. И все сейчас нынешние запуски показывают, что их спутники действительно не такие надежные, какие были еще 5-7 лет назад. Китайская микроэлектроника космическая также им недоступна, потому что Китай в свое время готов был им предоставлять в обмен на двигательные технологии. Но Россия, как всегда, считала себя великой страной, которая не пойдет на какой-то шантаж. И они тогда отказались, понимая, что они пока еще имеют возможность получать западную микроэлектронику. А теперь Китай просто отказался продавать из-за санкций космическую микроэлектронику. То есть, таким образом, санкции очень сильно ударили, прежде всего, по спутниковому направлению Российской Федерации. Если санкционный режим отказался продолжительным, то понятно, что их возможности будут уменьшаться, все уменьшаться. И, скажем так, эпоха российской космонавтики, основанная на советских основах, она будет уже все-таки уходить в прошлое. Главная гордость России – ракетные двигатели. Разработка химкинского предприятия «Энергомаш» уже четверть века используют и на американских ракетоносителях. Когда после начала войны США и Евросоюз начали активно вводить санкции, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обиделся и заявил, что двигатели американцам продавать больше не будут. И предложил альтернативный метод полета. Ну, во-первых, маловероятно, что Роскосмос вообще сможет производить свои двигатели и ракеты в условиях санкций. Так как почти все станки и оборудование западные. А во-вторых, в США частично отказались от российских двигателей еще раньше. А все потому, что советским конструкциям нашли замену. Ракетные двигатели от компании Джеффа Безоса и Илона Маска. Кстати, на личность последнего в Роскосмосе вообще реагируют болезненно. Ведь именно его компания SpaceX эпично лишила Россию монополии в космосе. Раньше астронавты НАСА летали на Международную космическую станцию исключительно на российских кораблях-Союзах. Так было до 2020 года, когда Илон Маск успешно запустил корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. А вот как Рогозин отзывался об Илони Маске и за передачу Украине Старлинков. И тут же объявился господин Маск со своим абонентским оборудованием компания Старлинк, которая ранее исключительно декларировалась как сугубо гражданская. Вот это мурло, понимаете, что называется, открывшееся. Похоже, что критиковать Маска, бывшему главе Роскосмоса, нравилось больше, чем развивать управляемую им корпорацию. В конечном итоге призрачное противостояние с Илоном Маском, которое существовало только в голове самого Рогозина, закончилось тем, что Маск, купивший Твиттер, удалил оттуда аккаунт надоевшего своими бреднями Рогозина. Ну а что же с достижениями самого Роскосмоса? Самый амбициозный проект ведомства и самой России – строительство космодрома «Восточный», который начали строить в 2012 году. Этот космодром должен был стать для Российской Федерации новым Байконуром. Таким образом они хотят локализировать свои всекосмические программы, чтобы не связываться с Байконуром, поскольку они понимают, что Казахстан – это все-таки Восток, и Восток – дело тонкое, в любой момент могут лишиться Байконура. Хотя Байконур остается главным, конечно, космопортом для пилотированной космонавтики, все космические кораблицы, экипажами, на Международную космическую станцию, которая производит Россия, производится, конечно, как Байконура. Вопреки ожиданиям, новый строящийся космопорт стал лишь символом космической коррупции. Только за первые годы строительства «Восточного» Генпрокуратура выявила там больше 10 тысяч нарушений. Общая сумма хищений раньше оценивалась в 11 миллиардов рублей. В СМИ постоянно всплывают скандальные инциденты, связанные со стройкой космодрома. Та глава одной из фирм-субподрядчиков строительства «Восточного» Иван Чопозов в 2015 году был задержан в Беларуси за рулем белого «Мерседеса», полностью покрытого стразами Саваровский. Еще один делок, отвечающий за работы на космодроме, на бюджетные деньги построил в Хабаровске торговый центр стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Другой экс-глава генподрядчика «Восточного» устроил к себе на работу личным помощником собственную жену и платил ей за счет бюджета зарплату 800 тысяч рублей. Это лишь краткий, но очень показательный список. Всего генпрокуратурой было возбуждено 140 уголовных дел. Даже сам Путин не единожды показательно грозил пальцем, говоря о хищениях на космодроме. Например, к космодрому «Восточный». Сто раз сказано было, прозрачно, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Тем не менее, правительство постоянно дофинансовывает строительство «Восточного», общая стоимость которого уже превысила 300 миллиардов рублей. А стройка еще даже не закончена. На фоне проблем с космодромом в Кремле не единожды кивали на неэффективность Роскосмоса. В итоге компания сократила свой штат более чем на 10 тысяч человек, а зарплаты топ-менеджеров урезали почти на четверть. Но знаете, чья зарплата не уменьшилась? Правильно, тогдашнего руководителя «Всероссийского космоса». В 2018-м Дмитрий Рогозин получал зарплату в полтора раза больше, чем исполняющий обязанности директора НАСА. Его зарплата была 23,5 миллиона рублей. В 2019-м получил уже в два с половиной раза больше, чем директор НАСА – 44 миллиона рублей. А в 2020-м глава Роскосмоса задекларировал доход в 83 миллиона рублей. И это в пять раз больше, чем у директора НАСА. Каждая копейка Рогозину, когда он возглавлял госпредприятие Роскосмос, была заплачена из российского бюджета. Как мы уже поняли, дело тут совсем не в талантливом управлении, а в том, что Рогозин, который так давно и верно служит Путину, оказался диктатору дороже, чем честные учителя, врачи или лётчики. Один из немногих проектов, где России удалось сохранить сотрудничество в космосе – это работа на Международной космической станции. Но летом новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что Россия выйдет из этого проекта после 2024 года, когда кончится срок ныне действующего контракта. Хотя эксперты уверены, что это не более чем фарс. Пилотируемая космонавтика – это единственное, что у них еще осталось и за что они должны хвататься. Потому что если пилотируемая космонавтика вдруг отпадет на несколько лет через какие-то политические процессы, то они ее уже не смогут возобновить. Летать им будет некуда, потому что своей орбитальной станции еще нет. И Международная космическая станция – это тот еще кусочек, за который они должны держаться и они будут держаться. Потому что если они вдруг потеряют пилотируемую космонавтику, у них не будет внутреннего содержания, поддержания внутреннего величия якобы о том, что Россия – это великая космическая держава. Это прежде всего работа на внутреннего потребителя, на внутреннего жителя России. И поэтому все вот эти закиды по поводу того, что мы можем хлопнуть дверью и уйти с Международной космической станции – это просто абравада, которая ничем не подкреплена. Наоборот, после 2024 года они будут продолжать работать. И они уже на уровне нового руководителя Роскосмоса заявили о том, что пока не будет построена российская орбитальная служебная станция, они будут продолжать работать на Международной космической станции. А вот как заявление о возможном выходе россиян из проекта по МКС прокомментировал Илон Маск. Под твитом с этой новостью написал всего два слова – «бон ваяж». По словам нового главы Роскосмоса, Россия сосредоточится на создании своей собственной орбитальной станции. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Отрасль находится в непростой ситуации. И вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку. И в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. Однако, учитывая, какими темпами развивается российский космос и его наработки, то такое обещание станет реальностью нескоро. Раньше 28-го года, в лучшем случае, раньше 28-го года российская орбитальная станция не появится на орбите Земли. Поэтому они будут работать до 30-го года как минимум. Единственное, что они пока будут держать, скажем так, в неведении международных партнеров своих по МКС, в том, согласны ли они работать дальше. То есть они будут до конца держать бумаги в неподписанном состоянии по продолжению работы МКС, чуть ли не вплоть до декабря 24-го года, когда официально она должна прекратить свое существование по нынешним документам. Еще один не менее амбициозный проект Роскосмоса – созвездие спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Из уст чиновников все, как всегда, звучало помпезно. В рамках проекта хотят нарастить группировку из 600 спутников, создать сверхтяжелую ракету и реализовать пилотируемую программу. Фактически такая программа – это некий аналог системы Starlink. Недавно стало известно, что проект Сфера получит от государства лишь половину запрошенного бюджета – 95 миллиардов рублей. Деньжат из бюджета уже не хватает. Вместо 600 спутников на орбиту планируют выводить в три раза меньше аппаратов. Они хотят иметь что-то типа спутниковых созвездий наподобие Илона Маска под названием «Сфера». Это многозадачное спутниковое созвездие. Для такого объема работ они планируют в 2023 году выпускать даже облигационный займ на 50 миллиардов рублей для того, чтобы начать работу по подготовке конвейерного сбора этих спутников для космического созвездия. И таким образом запустить эту программу, поскольку денег федерального бюджета явно не хватает. Все уходит на войну. Ну что ж, трепещи Илон Маск. За дело берется российская космонавтика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин